Здравствуйте, дорогие друзья! Мне сегодня особенно и радостно, и легко вести эту передачу с моим замечательным другом и нашим общим, я так скажу, может быть, не очень такое слово, любимцем, но любимым, уважаемым человеком, я скажу, даже больше исполнитель баллад, песен, размышлений, мыслей своих, Олег Митяев и, к тому же, очень большие общественные деятели, что это очень редко и немаловажно. Олег, я рад тебя приветствовать. Как не про меня? Наверное, дефицит общения вызывает потребность таких передач, когда люди хотят просто обычного человеческого слова. Они истосковались, им врут в газетах, где-то про радиотелевидение, какие-то маленькие пенсии, люди обижены, люди пытаются выживать. Вот, им, как собаке, хочется доброго слова хотя бы. Вот, ну, просто человеческого слова. Наверное, то, что ты делаешь, это как раз то доброе слово, так как Господь говорил, сети, и даже не важно, куда семья попадет, там, при тернях, там, при дороге, там, склюют его, но какой-то да и попадет благодатную почву, где-то же она и прорастет. Аплодисменты Понятно, что с общением у нас просто катастрофа. Это и интернет, и, значит, отсутствие каких-то дворов, где дети общались, ругались, происходила жизнь, сейчас этого нет. Они точно застроены. Я всегда рассказываю этот анекдот, когда отец на кухне сидит, играет в компьютерные игры, и заходит сыночек, и оперся так на косяк, и стоит сзади, и не отвлекаясь, отец говорит, ну, и где мы были? И сын говорит, в армии, пап. Вот разрыв, да, вечная проблема отца и дети. У тебя детей много, ты отец такой активный, и всех окремляешься, молодец. А проблема, да, что дети предоставлены кому? Либо в двору, в подворотне, да, в низком уровне клуба какого-нибудь там, или в интернет. Должна быть национальная идея. Вот национальная идея, как мне представляется, она должна быть, опора ее на область духа, на спирит, то есть то, что невещественное, то, что нельзя руками потрогать. Потому что у людей пропал страх Божий. Вот страх не перед тем, что тебя поймают, тебя отберут, тебя найдут, и ты прячешься. А страх перед Божьим, вот присутствием, которым Бог всегда, Он все увидит, все равно Он все увидит. Ну, вот как-то мы с этой стороны никак не можем зайти. Вроде это понятно, но дело в том, что эта задача непростая, и плоды ее могут возникнуть только через много лет. И мы уже упустили много лет с момента перестройки, скажем, начиная. Но ведь понятно, что в православии в том же все очень расписано. Только выполняй, наберись мужества и выполняй. И как раз хотел сказать, они коммунисты, а я-то был членом партии. Поэтому... Ну, ты покаялся уже. Да, я могу сказать, что мы-то коммунисты правильно использовали. Ведь я всегда говорю о том, что заповеди Господни, они совпадают с моральным кодексом строителя коммунизма. По сути дела, простые люди... Да, это было замещение, да. Да, просто стояла другая, на самом верху стояла другая... Герархия. Другая цель. Да, построение коммунизма. И подмена происходила, когда молились на Ленина. И до сих пор стоят эти памятники у нас. Это была тоже, это очень мощная была подмена. Но люди на ступеньку ниже, они ведь жили правильно. Это рабочий класс, там есть своя честь и достоинство. Честно, честно, работали. Соседский мальчишка курит, ты пошел и разобрался. Даже родителей не спрашиваешь. Еще родители скажут, молодец, спасибо, я еще сам ему сейчас ремня дам. Почти у каждого из нас бывает драма. Она, казалось бы, решается легко. Одна в осеннем городе скучает мама. И этот город расположен далеко. И мы сначала ничего не замечаем. И дни разлуки складываются в года. Мы обещаем написать и забываем. И наши мамы нас прощают, как всегда. А когда-то мальчик был обеспокоен, Если только мама покидала дом. И уткнувшись взглядом в пальмы на обоях, Ел горбушку хлеба с сахарным песком. И ждал, когда в подъезде ржавая пружина Скрипнет, возвращая ласку и покой. А у нее работа, а потом дружина. И под вечер с полной сумкою домой, Как две заботливые птицы. Эти руки нас успевали защитить и пожалеть. А мы смотрели с братом только на зарубки, На косяке дверном, мечтая повзрослеть. И дождик летний капал, и земля парила. И как в войну мы продолжали в жизнь играть. И все, что раньше мама нам не говорила, Мы начинаем только-только понимать. Почему так много было кукурузы? Почему в апреле запахи острей? Почему зимою хочется арбуза? А вообще-то было все, как у людей. И тот пьянящий запах новеньких сандалей, И в кульке за рубль десять карамель. И в шариковой ручке радостный Гагарин Так ничто не может радовать теперь. Но раз в году хотя бы, кажется, так просто Вернуться к тихой радости родимых глаз. Но мы спешим к вершинам творческого роста. И мамы понимают, не тревожат нас. И ждут, и врут опять немножечко к соседям, Похлебывая тот же ягодный кисель. Что может быть на Новый год домой приедем, А нас несет опять за три девять земель. Но как с пластинки пыльной пляжный виск нам слышен, Память наша пленкой рвется, как в кино. И как же мы бессильны пирожками с вишней Возвратить ту радость детства своего. Но как же мы бессильны пирожками с вишней Возвратить ту радость детства своего. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И решение всех проблем, собственно говоря, Да, это образование и воспитание. Я не знаю, наверное, что такое национальная идея. Поэтому не буду этим... Не, ну мы ее ищем, как же по-своему ее понимают. Но ты тоже имеешь... Основной закон жизни, скажем, он ведь понятен. Лучшие люди нашего общества должны заниматься Воспитанием и образованием. И меня возмущает всегда вот, например, в магазине сейчас Очень много передач, что надо взять какой-то продукт, Прочитать там, что, во-первых, просрочен он или не просрочен. Потом, значит, что там туда вошло. Это значит, тебя обманули на стадии изготовления. Еще и еще раньше. Потом в магазине, значит, тебя тоже пытаются обмануть. Это вместо того, чтобы сделать, чтобы в этом магазине... Был ГОСТ просто. Нет, да. Работали честные люди. Да. ГОСТ отменены же. Даже те люди, которые выполняют ГОСТ, чтобы там тоже были честные люди. Потому что мы не можем найти проверяющих, контролирующие органы Для этих, для других и для третьих. Тогда, значит, у нас население страны должно быть в пять раз больше. Фискальная организация. Да. И что? Это тюрьма. Да. Это просто тюрьма, где все делается под страхом. А почему бы не начать воспитывать людей? Культура же от понятия возделывать. Отсюда культивированное, да, и дичок. Да. Вот. Если ты не возделываешь ни в себе, ни вокруг себя, да, если ты скажешь, а мне какая разница? Ну, тогда, извини меня, ведь... Дичок тогда. Ты не сможешь, если у тебя есть совесть, ты не можешь смело так проходить мимо, сказать, да, это меня не касается. У тебя все касается. Потому что, ну как, это совесть... Здесь замкнутый получается круг. Нет, посмотри. Вот понятие совесть, оно очень просто расшифровывается. Тут даже не нужно очень больших каких-то умозаключений. Совесть, совместная весть. Совместная весть всегда благая весть была. Благовещение. 7 апреля. Благая весть, которую ангел говорил, да, Богородица явил. Вот эта благая весть, она существовала. На царских родах икона основная, кроме евангелистов, благовещение. Вот эта благая весть, вот эта совесть, вот эта совместная благая весть. Совместная весть, которую все знали. И приступая ее, приступали с заповедью Божией. Тут все было очень логично. Если мы исключаем вот эти религиозные наши основы, наши столпы, наше мировоззрение, тогда действительно мы начинаем тыкаться, как котята, искать свои какие-то национальные дели. А может быть, не национальные, потому что у нас государство многонациональное. Может, нам надо что-то у других, у китайцев взять опыт, или у европейцев что-то там все. И смысл-то в том, что у нас все свое есть. И ресурсы, то есть замкнутая сыревая база. И народ, и воды пресную, собственно говоря. Я говорю, вот здесь получается замкнутый круг. Сейчас уже выросло не одно поколение, которые пытаются денег заработать. И, собственно говоря, когда можно им сказать, ребята, давайте мы подумаем о судьбах страны. Давайте мы будем развивать свое сельское хозяйство, а не покупать где-то там. Они говорят, ну как же, нафига, если там это гораздо дешевле. Это вот такая хорошая, популярная сегодня фраза, чуть ли не возведенная в ранг, в самый высокий. Это ничего личного, это бизнес. Да, это же бизнес. И как бы это все объясняет. Ну как, вот телевидение. Мне говорят, что вы показываете, мне говорят. Ну это бизнес. Твои подвижнические дела, это фонд. Вот немножко расскажи. В Челябинске с молодежью как раз эти образовательные у тебя проекты. Ну это как раз мне всегда неловко говорить об этом, как о своем достижении. Потому что... Ну все равно, под кого-то это делается, Олег? Да, инициатива-то была не моя. Я всегда говорил о воспитании и образовании. Поэтому я не смог отказать людям, которые пришли и сказали, давайте мы сделаем фонд Олега Митяева, фонд по поддержке культурных инициатив. И уж, конечно, я был счастлив, когда у нас появилась возможность открыть лицей. То есть набрать детей из проблемных семей, детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. И это было несложно. Найти сначала 50, потом еще 50, и еще 70. Это было несложно набрать таких детей, но было сложно найти преподавателей. Мы выбирали, выбрали лучших, достойных. И обеспечиваем им зарплату. И в конце концов появилась ассоциация «Все настоящее детям», в которую входит уже больше 37 городов. Олег, я вот смотрю, вот, конечно, можно сказать, да, человек из советского прошлого, ну, как, с формацией. У тебя очень много религиозных образов и символов, терминологий в песнях. Все внимательно смотрю за текстами. Мне кажется, она сама возникает, потому что я так много не знаю, во-первых, иногда мне приходится уточнять. Сначала приходит, сначала это напишу, а потом я выясняю, что я сказал. Там такие тризна или какие-то вещи, которые, ну, я вот так вот просто... Сами всплываю. Да, поэтому я потом что-то узнаю. И здесь еще очень важно персона слушателя. Потому что человек образованный, он открывает гораздо больше, чем я смог даже надеяться. Я абсолютно человек необразованный, я считаю. Вот, ну как, институт физкультуры и... Монтажный техникум. Монтажный техникум. Но ни там, ни в детских кружках, ни даже в начальной школе никто мне слово Божие даже краем каким-то не говорил. Бабушка моя там сидела она... Вообще, родители наши, они стремились скрывать это все для того, чтобы у нас было счастливое детство и счастливая жизнь. Не приведи Господь... Хотя... Не повредите. Хотя, собственно говоря, я бегал на Пасху там... Я не понимаю даже, зачем я бегал на Пасху ночью куда-то там, это уже в монтажном техникуме, что меня туда занесло, транспорт не ходил. Нет, мы туда все шли. Значит, вот зачем ты на эту службу? Кто меня заставлял? Потом, конечно, невытравляемые абсолютно вот эти обряды, как крещение. Вот меня покрестили, я помню, сколько мне было, два или три года, и меня везли через этот вокзал. Я запомнил эту коляску, да? Крестная мой, крестный. Потрясающие люди, добрейшей души. Потом какое-то время прошло, что-то мы мало как-то общаемся с ними, и я всегда от этого страдал. Сейчас у меня крестная, Лиза, она, значит, дочка моего друга Леонида Лейкина, клоуна, и покрестили ее, и она уехала в Америку. И, ну, как-то вот, очень редко мы с ней тоже общаемся, и меня, конечно, убило, когда она приехала сюда на Пасху, и говорит, а что это на яйцах пишут Иксби? Она меня спросила, грестного своего папу. Вот пришлось ей все это объяснять, но, тем не менее, конечно, я сам очень дремуч в этих вопросах, пытаюсь как-то соответствовать, и, наверное, где-то себя оправдываю, что, ну, я не успею все это так познать, если бы меня с детства так воспитывали, но я даже не понимаю, откуда эта тяга после нашего коммунистического прошлого, когда были совсем другие ценности, откуда вот это вот стремление, хотя, с другой стороны, ну, как здесь не понять, ведь это все так благостно, это все нас окружает, мы к этому стремимся. Наша общая радость изначально, этого Сунгурова. Вот тоже, вот кто бы мне сказал, что я буду причастен к восстановлению храма под Костромой. Для общей радости является еще один очень важный этап, этап восстановления этого храма, посвященного святителю Николаю. И, конечно, понимая, что здесь, на земле трудятся конкретные люди, которые берут на себя ответственность, берут на себя некий, ну, можно даже так сказать, и подвиг, связанный с тем, чтобы храм был отстроен, был восстановлен, и каждый из тех, кто вот это ощутил, понял, вносит свою малую лепту трудом, усилиями, средствами, доброй заботой, попечением. Но над всем этим стоит святитель Николай, потому что он является вот тем, кому храм посвящен, кто является на самом деле владыкой этого храма. Поэтому сейчас давайте мы помолимся, осветим крест, который затем будет водружен на колокольню. Ну и просто вот это как раз та самая молитва, которая дает нам возможность единения и друг с другом, и с церковью небесной, торжествующей. Давайте будем молиться. Святитель Отче Николай, моли Бога о нас, Святитель Отче Николай, моли Бога о нас, сладцу и сыну и святому Богу, и ныне пресной, и вовеки веков, аминь. Песня «Святитель Отечественной» Песня «Святитель Отечественной» Песня «Святитель Отечественной» Песня «Святитель Отечественной» Спасибо, Господи Твоя, и благослови достояние Твое. Спасибо, Господи Твое. Спасибо, Господи Твоя, и благослови достояние Твое. И через какое-то время, встретившись по работе с концертами, с человеком, говорю, а вот вас же Николай зовут? Вот, а там Николай Угодника храм-то. Может быть, вы как-то помогли бы? Вот кто меня за язык тянул? А человек откликнулся. И храм-то теперь белый, с крестами, с колоколами. Слава тебе, Господи, красиво. Причем это не понуждение, не какая-то административная затея, либо церковная, либо какой-то советской власти. Это как бы инцетиво снизу. Да, опять же, встретился с губернатором. Неразворованные деньги. Губернатор, говорю, дорога-то у нас к храму-то. Получившийся результат. Вся разбитая. Да вы уж помогли бы, да? И раз. Молодец губернатор. Это под гравием-то. Под гравием. Да. Вот, слава тебе, Господи, что люди откликаются. Но вот такого ощущения, чтобы я такой молодец, что я там храм восстанавливаю, вот у меня нет такого. Вот это все такое проведение. Сверху тебе назначили, и я выполняю. Я, другое дело, я выполняю с радостью. Ни страны, ни погоста, не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветшим линией на асфальт упаду. И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И апрельская морозь под затылком снежок. И услышу я голос до свидания, дружок. И увижу две жизни далеко за рекой. К равнодушной отчизне, прижимаясь щекой. Словно девочки-сёстры из непрожитых лет. Выбегая на остров, машут мальчику вслед. Словно девочки-сёстры из непрожитых лет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова